Среди историй о прошлом, правдивых и не очень, есть любопытный раздел с красивым названием «Россика». Это рассказы иностранцев о России, о ее царях и законах, городах и дорогах, о странных привычках и нарядах жителей непременно холодной, огромной и загадочной страны. Во все времена иностранные путешественники в первую очередь посещали столицы – Москву, Древнюю Царскую, а позже Советскую. А с петровских времен до Великого Октября – Санкт-Петербург. Самые пытливые уделяли внимание в своих заметках старинным русским городам – Великому Новгороду и Пскову. Самые неутомимые добирались до Нижнего, Самары и Кавказа. А с 1783 года иноземцы получили уникальную возможность – познакомиться с терро-инкогнито, белым пятном на карте мира – полуостровом Крым. До присоединения к России земли Крымского ханства считались территорией опасной для путешественников. Манифест Екатерины Великой открыл полуостров иностранным гостям, которые, вот парадокс, тут же принялись вопрошать, чей Крым. Но если быть более точной, париком на полуострове жилось лучше – при крымском хане или русском царе? Неблагодарные. Что с них взять? Иностранцы, получившие возможность познакомиться с восточным чудом, описывали свои впечатления и издавали их. Неизвестный Крым представал перед европейским читателем в самых разных жанрах – научных трудах, дневниках, письмах, шпионских донесениях и, конечно, вымышленных художественных историях. Образ Крыма в этих произведениях менялся как по волшебству, в зависимости от взглядов автора, его национальности, рода занятий и, само собой, политической ситуации в мире. Одним из первых райским местом Крым объявил хорватский священник, писатель и философ Юрай или Юрий Крижанич. Объявил заочно, он ни разу в Крыму не был, но причина для громкого заявления у него была уважительная. Дело в том, что Крижанич поступил на службу к русскому царю Алексею Михайловичу, батюшке Петра I, в 1659 году. Зачем он приехал в Россию? Историки так до сих пор и не сошлись во мнениях. То ли агитировать за идеей унии, объединения православной католической церкви, то ли, чтобы продвигать собственные взгляды о союзе славян и центральной роли России в этом вопросе. Но власти Крижаничу почему-то не поверили и сослали от греха подальше – в Сибирь. В холодном Тобольске он проведет 15 лет. Напишет свои знаменитые сочинения, в том числе и адресованный царю «План завоевания Крыма». В это исполненное всякого божьего дара место Крижанич даже советует перенести столицу царства. Возможно, Хорвату просто не хватало солнца в суровой Сибири. Ведь что только не влияло на образ Крыма в глазах иностранцев. Даже такая частность, как состояние здоровья, накладывала отпечаток на конечный вердикт. Например, британец Эдвард Кларк приехал в Крым и написал, что если и есть на земле рай, то он находится между Кучукоем и Судаком на южном берегу Крыма. А потом подхватил лихорадку и сделал оговорочку. Крымский климат благостен только для местных, а для пришельцев, тем более для русских завоевателей, он смертелен. Но о Кларке поговорим чуть позже. А пока знакомьтесь. Первый иностранец, открывший миру загадочную Тавриду. Немец на русской службе Петр Симон Паллас. Или по-русски Петр Семенович. Его энциклопедическое описание Крыма было составлено по указанию Екатерины Второй. Во многом для удобства просвещенной Европы книгу издали на немецком языке. Удивительно, но двухтомник с длинным названием «Наблюдение, сделанное во время путешествия по южным наместничествам русского государства в 1793-1794 годах напечатали на русском языке только на исходе 20 века». Паллас приехал в Россию уже всемирно известным ученым. До этого он исколесил буквально всю империю. Писал о географии и геологии, флоре и фауне, этнографии и хозяйстве, Поволжье, Урала, Сибири и Забайкалье. И все это в рамках, так сказать, госзадания. Полуостров так понравился ученому, что он попросил у императрицы разрешения поселиться здесь насовсем. Екатерина пошла навстречу, подарила Паласу две деревни и дом, выделила 10 тысяч для создания в Крыму училищ садоводства и виноделия и сохранила за энциклопедистом жалование адъюнкта Академии наук. Палас поселился в Симферополе, на левом берегу реки Салгир. Со временем целые комнаты его дома заняли богатейшие коллекции крымских минералов, растений и животных. Дом сохранился до сих пор. 15 лет он прожил здесь, продолжая изучать крымский полуостров и крымские древности. Нужно сказать, что объективность ученого, она была абсолютной. Никакой политической подоплеки в его описаниях Крыма мы никогда не находим. Единственной критической фразой, которую позволил себе исследователь, было умозрительное заключение о Херсонесе. Дескать, на его руинах построен новый Севастополь. Фраза эта, по мнению исследователей, скорее выражала разочарование Паласа, что на месте древнего города он не обнаружил следов античности. Их полностью вытеснили средневековые постройки. Однако критикам России фраза Паласа показалась очень удобной и стала в дальнейшем бесспорным доказательством варварства русских. Там, что якобы строительство Севастополя уничтожило Херсонес, широко использовался европейской, английской в первую очередь и французской пропагандой. Хотя сегодня остатки Херсонеса бережно хранятся, есть Херсонесский заповедник, и каждому, кому интересно, у каждого есть возможность просто там побывать и увидеть. Палас подробно изучал полуостров. Ученые подсчитали, что их коллега в конце XVIII века проехал и прошел по Крыму в общей сложности 9 тысяч километров. Мог ли он не влюбиться в эти места? Полуостров Крым по своему географическому положению, климату и природе его почвы Есть единственная область Русской империи, в которую можно въести и удомашнить все произведения Греции и Италии. Можно было бы с выгодой въести разведение шелковичных червей, культуру винограда, кунжута, оливок, хлопка, краппа, шафрана. Эти культуры со временем обогатят государство их произведениями. Палас не только советовал, но и показывал, как надо. В нынешнем ботаническом саду Крымского федерального университета можно найти деревья, посаженные, если не самим ученым, то по его воле. А в Судакской долине и на южном берегу Крыма благодаря Паласу были разбиты обширные виноградники. Палас описал около тысячи крымских растений, особенно его восхищала крымская сосна. И в 1828 году это дерево назвали в честь ученого пинус паласиана. К сожалению, свой бесценный гербарий Палас подарил английскому натуралисту Кларку. Тому самому, что признал климат Тавриды губительным для завоевателей. Кларк приехал в Крым вместе со своим воспитанником. Правда, роль публициста и следователя нравилась ему гораздо больше, чем роль гувернера. Его рассказ о впечатлениях, полученных на полуострове, станет одним из самых популярных травелогов на Западе. Правда, в отличие от трудов Паласа, эта книга не принесет пользы России. Он закончил Кембридж, но отсутствие денег не позволило ему сделать академическую карьеру. Поэтому он стал наемным гувернером. То есть он за оплату сопровождал богатого, так сказать, юношу Джона Крипса в поездках по Европе. Дело в том, что в 18 веке в Англии длительная зарубежная поездка считалась важнейшим способом формирования личности. Где Кларк и Крипс только не были. Колесили по Северной Европе, исследовали Ближний Восток и Египет, не обошли вниманием Россию и Крым. Все это время путешественник-наставник вел дневник, собирал коллекции гербариев, минералов, древних артефактов. Весьма в этом преуспел. По возвращении даже смог поправить свои финансовые дела за счет продажи монет и рукописей. И так удачно подарил своей альмаматор античную статую, привезенную из странствий, что получил степень доктора права. Немалые средства принесло автору издание путевых заметок. Том о Крыме только на английском языке переиздавали пять раз. Что же узнали современники Кларка из этой книги о загадочном полуострове? Кларк интересовался ботаникой, с уважением относился к паласу, даже жил в его доме и, как мы помним, увез в Британию уникальный гербарий, собранный немецким ученым в своих путешествиях. Но вот к плодам интеллектуальной собственности, коллеги, англичанин отнесся без должного пиетета и разместил в своих трудах изображения некоторых растений, открытых паласом. В стремлении сказать новое слово в науке Кларка порой заносила. Он, к примеру, решил накормить английских бедняков крымскими лунными огурцами. Этот плод белый, как снег. Несмотря на то, что достигает непомерного размера и длины, имеет такой же резкий и свежий вкус, как у молодого огурца. Он стал бы ценным растением для бедняков, если бы получилось акклиматизировать его в других регионах Европы. Акклиматизация лунных огурцов в Туманном Альбионе провалилась. А поскольку Кларк писал, что некоторые местные жители фаршируют эти овощи мясом, исследователи считают, что он просто перепутал огурцы с кабачками. В целом, присоединение Крыма к Российской империи Кларк оценивал негативно. Русских, благодаря которым, собственно, и смог познакомиться с уникальной землей, в своем сочинении называл варварами и людоедами, которые уничтожили культуру местного населения и античные памятники полуострова. Британец считал, что долг его родины – завоевать Крым и вернуть полуостров туркам. И он считал, что Россия, власть России, она очень плохая. Она тираническая, она угнетающая, она разрушительная. И он считал, что вот люди, попавшие под власть России, в частности, крымские татары, они очень сильно от этого страдают. Он пишет буквально о том, что вот тех, кто спасет крымских татар от власти России, они встретятся слезами на глазах. Как и многих других иноземных путешественников, его привлекала крымская экзотика и, в первую очередь, Бахчисарай. Однако ханский дворец Кларка не вдохновил. По мнению британца, монарху пристало жить в здании правильной планировки. Он, как истинный ученый, развенчивает мифы и легенды. Например, о загадочных кольцах в крымских горах. Местные верили, что в древности море покрывало большую часть Крыма. Людям приходилось жить на вершинах гор и передвигаться между ними на лодках, которые они привязывали к кольцам в скалах. Кларк высмеивает эту версию, но взамен предлагает еще более фантастическую. Он говорит, что между кольцами в дни праздников натягивали канат, а по нему расхаживали акробаты по велению хана на потеху толпе. Такая вот вполне фундаментальная версия. Современная археология знает ответ. Дело в том, что в Крыму действительно есть на вершинах гор и поселения, и монастыри средневекового времени, так называемые пещерные города. Они относятся к византийскому времени, то есть там никак не раньше 6 века нашей эры, а скорее всего и более позднее. Там действительно встречаются такие каменные кольца, но они служили либо для привязывания животных, либо для крепления каких-то деревянных конструкций. Своими записками Кларк сформировал в западном мире устойчивый миф о бессмысленном и беспощадном уничтожении русскими крымских исторических и культурных памятников. Причем, ведя эту генеральную линию, британец порой сбивался и упоминал, к примеру, что тот самый невпечатливший его ханский дворец был сохранен благодаря императрице Екатерине. Вероятно, подобная непоследовательность показывала читателям, насколько автор непредвзят. Но справедливостью в книге Кларка и не пахло. Судите сами. Британец утверждает, что русские разрушили 500 домов в Керчи, разорили херсонест, используя древний камень для строительства Севастополя. И тут же пакуют в дорожные сундуки античные рельефы и мраморы с древними надписями, найденные им в Керчи, Феодосии и Херсонесе. Русские власти культурное наследие вывозить не разрешили. Для Кларка подобное поведение стало еще одним доказательством их варварства. По мнению ученого, переправить крымские древности в цивилизованную Британию значило спасти их от варваров, которые не умеют и не хотят беречь подобные сокровища. К слову, надгробие Феогена – второй век нашей эры, которое Кларк так желал, но не смог прибрать к рукам в Херсонесе, сейчас хранится в собрании государственного Эрмитажа. Через год после крымского путешествия Кларк стал свидетелем того, как по приказу британского посла в Афинах демонтировали мраморные статуи Парфенона, чтобы отправить их в Англию. Британец сожалел о действиях соотечественников, однако обвинять их в варварстве, по крайней мере, в печати, не стал. Позицию Кларка хорошо иллюстрирует следующий пример. Зима с 1799 на 1800 в Крыму выдалась необычайно холодной. Один татарин, жалуясь на погибшие урожаи, неосмотрительно посетовал, дескать, пришли русские и принесли с собой зиму. Из чего Кларк сделал сокрушительный вывод. Присоединение Крыма к России испортило местный климат. А поскольку жуткие русские морозы – одно из любимых и распространенных иностранных клише со времен Герберштейна, в этом, пожалуй, и правда был символизм. Новый политический статус полуострова сделал его в глазах иноземцев почти Сибирью. Не прежним экзотическим востоком, а суровым севером. Но не все книги иностранцев о России имели оценочный характер. Встречались среди авторов и практичные, далекие от политики люди. Например, Шарль Монтандон. В 1834 году в Одессе была издана чрезвычайно полезная книга. Путеводитель путешественника по Крыму, украшенный картами, планами, видами и виньетами и предваренный введением о разных способах переезда из Одессы в Крым. Любили тогда длинные названия. Книга была карманной, и это объясняло главную цель автора. Трудности, испытанные мною, когда я впервые посетил Крым и попытался добыть какие-нибудь сведения, способные облегчить путешествие, на которое у меня было совсем немного времени, подсказали мне идею этого сочинения. При его составлении я не искал подкупающих фраз. Единственным желанием моим была точность. С подкупающей точностью Монтандон пишет об истории и экономике Крыма, о людях, которые там живут, о природных и культурных достопримечательностях. На основе собственных прогулок он составляет подробные маршруты, позволяющие путешественникам самостоятельно изучить полуостров. Самое главное, что книга его работала, она до сих пор работает. Сегодня для историков, и для историков литературы, и, собственно, для историков, это просто бесценный абсолютно источник. И поэтому вот память об этом человеке для нас очень дорога, хотя мы даже не обладаем его портретом. Вот чем, по мнению Монтандона, нужно запастись туристу перед посещением Крыма. Из-за разницы в температурах, в горах и долинах, путешественнику нужно одновременно готовиться и к зиме, и к лету. Поэтому теплое пальто или бурка лишними не будут. Дамам пригодится зон для защиты от солнечных лучей. Желательно приобрести собственное седло или, по крайней мере, подушку. Необходимы сумки для провизии. Также не забудьте взять с собой кофейник, чайник, нож, вилки, ложки и свечи. Несколько приятных книг позволят вам хорошо провести дождливые вечера. Ну что за молодец, все предусмотрел. Отдельную главу автор посвящает татарам. Он описывает их внешность, нравы, обычаи, подчеркивая, что в большинстве своем они честны, умерены и гостеприимны. И, конечно, уделяет должное внимание святая святых любого путеводителя еде. Так и вижу европейского читателя, пытающегося представить вкус неведомого кашик-бурека, полукруга теста, обжаренного в масле, с фаршем внутри. А местное пирожное – баклава, на изготовление которого нужно по меньшей мере 6 часов. А шашлык и долма – это экзотическая, неведомая туземная пища. Маршруты Монтандона чрезвычайно разнообразны. Как заправский туроператор он советует посетить Алушту, Бахчисарай и Симферополь, если у вас в запасе 8 дней. Для 15-дневного вояжа маршрут может быть расширен за счет Ласпи, Балаклавы, Херсонеса, Севастополя и Инкермана. Впрочем, к советам Монтандон прилагает подробные карты и пишет, путешественник легко может составить собственный маршрут по его вкусу и фантазии. Невозможно точно определить длительность всего путешествия. Если погода благоприятствует, достаточно небольшой активности и за месяц можно осмотреть весь поле остров. И что характерно, путеводитель издан был в 1834 году, но мы точно знаем, что им пользовались и многие годы потом. И даже в эпоху Крымской войны Горчакова вспоминает, что она беседовала с местными жителями, крымскими татарами, пользуясь путеводителем этого самого Шарля Монтандона. И его уже не называли путеводитель по Крыму, его все называли просто путеводитель Монтандона. Он был известным и уже человека, может быть, к тому времени, к моменту Крымской войны, может быть, он уже ушел из жизни, но память о нем сохранялась. Самое главное, что книга его работала, она до сих пор работает. Маршрутами Монтандона можно воспользоваться и сегодня. По мнению автора, в Крыму есть лестница, которая также знаменита, как чертов мост в его родной Швейцарии. В общем-то, и называют ее, похоже, Шайтан Мердвен. Этот проход – вещь самая необычная, какую только можно встретить. Зажатая между двух скаль, если можно так выразиться, отвесная тропа, частично вырублена в твердом камне, частично поддерживается деревянными кольями и представляет собой узкую лестницу, образующую на протяжении 800 шагов более 40 зигзагов, почти параллельно громоздящихся один над другим. По словам Монтандона, в 19 веке здесь можно было спускаться и подниматься, даже будучи в седле на лошади. Ну, не знаю, на месте лошади я бы засомневалась. Но чертова лестница пользуется успехом у туристов до сих пор. Полезный путеводитель был издан на французском языке. В Крыму осталось лишь три экземпляра. Причем один из них, тот, что сегодня хранится в научной библиотеке Крымского федерального университета, уникален из-за цветных иллюстраций. Скорее всего, это был особый подарочный экземпляр. Возможно, он принадлежал графу Михаилу Семеновичу Воронцову, генерал-губернатору Новороссии. Воронцов не просто хорошо работал на своем посту. Он, говоря современным языком, активно и искренне пиарил полуостров и добивался успеха. Крым сейчас в моде. Кто бы мог подумать, что эта актуальная фраза была произнесена, точнее, написана почти 200 лет назад. Ее автор – французский дипломат, посол Франции в России, барон Проспер де Баран. Он посещает полуостров в 1839 году и фиксирует свои впечатления в заметках. Труд будет издан нескоро, в 1875, уже после смерти автора, что вполне объяснимо, ведь в своих описаниях де Барант объективен, не сгущает, не приукрашивает. А накануне Крымской войны такая щепетильность была не по вкусу европейским издателям. Он не путешественник, он дипломат. Ему было важно подмечать как раз детали, какие-то моменты, не просто вот интересные для путешественника, а интересные и важные для дипломата. И вот он это как раз и старался замечать, но в том числе он видит и то, что видят обычные путешественники, и он видит, как меняется Крым во главе с генерал-губернатором Михаилом Семеновичем Воронцовым. В Олубке к тому времени уже отбрасывает причудливые тени необычный графский замок. Конечно же, Воронцовский дворец становится предметом оценки путешественников. Не проходит мимо и де Барант. Он отмечает, что фасады, обращенные к горам и к морю, слишком различны по стилям. Один подошел бы Тюдором, другой – мавританцем. Чересчур много эклектики, убежден француз. Столько камня и столько труда находятся в гармонии только с огромным феодальным замком. Так не строят загородный дом. Гранит требует настоящего, сеньюреального замка. Де Барант отмечает, благодаря усилиям Воронцова Крым становится местом отдыха. Сюда тянется аристократия, а значит капитал. Но говорит он и о проблемах. Не хватает рабочих рук. Даже на виноградниках, развитием которых также активно занимается Воронцов. Граф выписывает из Франции лучшие сорта винограда. Приглашает мастеров. Но француз Де Барант, конечно же, сомневается, что в Крыму можно изготовить вино экстра-класса. И рекомендуется сосредоточиться на изготовлении простых вин для местного употребления. Примерно в то же время по Крыму путешествует супружеская чета Ксавье и Адель Амэр-де-Гель. За плечами у них немало странствий и научных открытий. В первой трети XIX века они активно исследуют юг России и степи Каспийского моря. Ксавье открывает месторождение железной руды на Днепре, за что получает от русского императора Николая Орден Святого Владимира и Дворянства. В Крыму геолог намерен исследовать геогностическое строение полуострова и путем положительных наблюдений решить большой вопрос босфорского разлома. Финансирует экспедицию граф Воронцов. Он же обеспечивает путешественников подорожными грамотами, рекомендательными письмами, бричкой и переводчиком. Впрочем, Адель, в сферу ответственности которой входит в ведение путевых дневников в их живописной романтической части, трудностей пути не боится и даже наоборот ищет сложностей и лишений. Она была настоящей такой амазонкой. Ей хотелось на себе испытать все тяготы в пути, ночевать в какой-то палатке, в шатре, двигаться в кибитке. И вот эта романтика, она ее прежде всего привлекала. Все, что ужаснуло бы большинство женщин, более всего и влекло меня в это путешествие. И перечисление моим мужем тягот, лишений и даже опасностей, которым мы подвергнем себя, имели результатом лишь то, что усилили мое нетерпение двинуться в путь. Супруги Амердегель вместе посетили Балаклаву, Севастополь, Бахчисарай и Симферополь. А Ксавье уже один, без жены, добрался до Керчи и Феодосии. Итогом этой поездки стали целых три тома сочинений под названием «Степи Каспийского моря, Кавказ, Крым и Южная Россия». Ну что увидел Воронцов и всех, кто открыл эту книгу, выяснилось, что добросовестность научная там была близка к нулю. Там верхоглядства было гораздо больше, чем точной научной информации. А книга представляет собой просто антироссийский памфлет. Ксавье в своих оценках Крыма, в отличие от жены, далек от романтики. Рассказывая о Херсонесе, он отмечает, московицкий вандализм вынес скорый приговор этим драгоценным развалинам. Те же обвинения Ксавье повторяет в Судаке, орел царской империи разрушил монументы генуэзской колонии. И в Феодосии здесь еще сильнее разум впадает в уныние при виде губительного действия вандализма. Французский инженер будто не хочет вспоминать, что Феодосия или Кафа в конце XVIII века находилась в зоне активных боевых действий и несколько раз переходила из рук в руки. Сегодня мы эту информацию назвали бы фейками, потому что ничего не стоит уточнить, что античный Херсонес был разрушен задолго до прихода русских в Крым. Ничего не стоит уточнить, что Судакская крепость выполняла, в то время она не была памятником, она выполняла свое прямое предназначение. Там находились воинские части, которые охраняли восточное побережье Крыма. Казармы действительно были построены, и они не такие уж невзрачные сегодня, они сохраняются уже сами, как исторический памятник. Но дольше всего Ксавье задержался в Керчи. Там его привлекли античные курганы. Иностранный специалист снова негодует. На сей раз его возмущает разрушительный гений московицких археологов. Русские подумали лишь о разрушении, дабы быстрее преуспеть в поиске научных и материальных сокровищ, по их предположениям, скрытых в этих гробницах. Все курганы, против которых нацелились официальные исследования, были полностью уничтожены или рассечены от вершины до основания на четыре части широкими и глубокими разрезами. Никому не пришло на ум вести разыскание ни путем разведочного бурения, ни посредством нескольких подземных галерей. Керчь, наследница Пантикопея, столицы Боспорского царства, действительно, еще при турках задолго до прихода русских превратилась в разрушенную деревушку. Местные курганы и правда привлекали внимание искателей-энтузиастов. Но вот неувязочка вовсе не московицких. Да, да, да. Если разобраться, то многие из археологов, которых так критиковал в Керчи Амар-Дегель, они ведь были иностранцами. И они были его соотечественниками, скажем, знаменитый Поль Дюбрюкс. Методология тогдашних археологических раскопок была на зачаточном уровне не только у нас, но и по всему миру. Вообще, для того, чтобы понять, где человек говорит правду, а где дает волю для создания фейков, нужно понять мотивацию. Вот одна из мотиваций – это, естественно, оправдать собственное воровство. У русских оно все равно пропадет, лучше я себе заберу. Знал ли Ксавье, что его земляк-француз Поль Дюбрюкс тщательно протоколировал исследования курганов и передавал эти данные в Петербургскую академию наук? Он занимался обмерами, чертил планы всех городов, в том числе Пантикопея, вот этот, и ряд других городов он изобразил, и в этом его заслуга. Как бы оценил Ксавье то, что ни одной находки коллега Дюбрюкс не оставил себе, а все найденные мантичные ценности передал Феодосийскому музею древностей. Возможно, эта информация просто не вписалась бы в его картину мира. Что касается супруги Ксавье Адель, а именно благодаря ей совместные труды читы были в конце концов опубликованы, то ее взгляд на Крым был скорее влюбленным, чем критичным. Она пишет, что не променяла бы самое нищенское жилище, где ей пришлось ночевать во время пути, на швейцарскую или немецкую гостиницу. Особенно ее восхищает мисс Хор, владение генерала Льва Нарышкина. Эта территория, пишет Адель, включает в себя леса, парк, дворец, церковь и множество оригинальных строений, указывающих на изысканный вкус хозяев. Правда, согласиться с ее словами или опровергнуть их мы можем не вполне, ведь сейчас на территории бывшего дворца гостиница. А вот дворец графа Воронцова Адель критикует. Почти царская резиденция, считает она, в наши дни настоящий анахронизм. А затейливые башни и стены дворца называет пародией на прошлое. К тому же берег в этом месте настолько узел, что между фасадом здания и морем едва остается несколько футов ширины. Таким образом, чтобы оценить ансамбль усадьбы, нужно взять ледку и отплыть от берега настолько, чтобы дом попал в поле удобной видимости. Согласитесь, что не всякий имеет склонность прогуливаться по мору лишь с той целью, чтобы оценить фасад здания. Да что там, дорогая Адель, ответили бы мы ей, если б могли. Не каждый путешественник даже будет тратить время на поездку в Крым, чтобы написать о нем в нужном ключе. К примеру, Рауль Бурдье не оставил нам даже портрета и точных дат жизни и смерти, но зато высек в веках свои записки о Сибири и Крыме. Бурдье был переводчиком английских приключенческих романов. Но скоро он понял, какой успех сулят автору истории о путешествиях в далекие страны. Пусть даже это будут истории о выдуманных путешествиях. Для начала он представил читателям рассказ о странствиях с русским купцом Третьяковым по Сибири и Камчатке. Никакой политики, только приключения, экзотика и русский дух. Но началась Крымская война, и Бурдье, что называется, переобулся в воздухе. Главная идея его какая? Что до того, как Крым стал российским в 1783 году, он являлся просто цветущим раем. То есть какое-то процветающее место, прекрасное. То есть такая настоящая сказка. Ну вот пришли русские, как он пишет, эти варвары, гунны, и все разрушили. Все разрушили, все уничтожили. И теперь Крым – это, как он пишет, дымящиеся руины. Бурдье признает, кое-что в Крыму русские все-таки построили, а не разрушили. Но лишь по прихоти своей императрицы, у которой, как у всех царей-варваров, одна заветная мечта – подчинить себе мир. Тут автор транслирует один из самых устойчивых иностранных мифов о России. Француз вторит земляку Астольфу-Докистину, который еще за 20 лет до него назвал Россию царством фасадов. Бурдье – хороший ученик. Он дает волю своей мрачной фантазии. Да, Севастополь, да, флот. Но разве же это флот? Корабли пожирают черви, а крепости не могут никого защитить. Даже странно, что во время Крымской войны пол Европы так долго не могло победить этот город. Любопытно, что в то же самое время о Крыме пишет другой иностранный автор, земляк-бурдье, филолог и журналист Шарль де Сен-Жульен. Пишет совершенно в другом ключе. Красоте Крыма, уверен автор, могли бы позавидовать Швейцария и Италия. Первым делом Сен-Жульен посещает Керчь. Автор отмечает, что после того, как татары оставили город, он некоторое время оставался безлюдным. Но теперь его не узнать. Торговля в нем кипит, и Керчь скоро может стать одним из важнейших городов полуострова. Из критики, хотя язык не поворачивается назвать это критикой, Сен-Жульен позволяет себе лишь следующий пассаж. Приехав в Феодосию, он натыкается на гостиницу с интригующим названием «Ла Виль де Пари». Стоило ли ехать так далеко, чтобы останавливаться в такой гостинице? Добродушно улыбается автор и выбирает для размещения отель «Ла Виль де Константинополь». Более аутентичный для этих мест. Записки Сен-Жульена были опубликованы перед самой Крымской войной и большим успехом у иностранных читателей не пользовались. Потому что как только появлялась какая-то хорошая книга о России, иностранцы тут же писали, что хорошая книга о России не может появиться. Просто так, ну какой разумный человек напишет что-то хорошее о России? Это явно книжка заказная и написанная за деньги русского правительства. Но Сен-Жульену всегда нравилось в России, поэтому я не думаю, что здесь вот он как-то изменил свою позицию. Он всегда был настроен вот именно таким образом. Однако через 20 с лишним лет после Крымской войны конфигурация сил в мире изменилась. И Россия для Франции, к примеру, стала не врагом, а союзником. Как по волшебству поменялся и тон газетных публикаций, да и путешественники стали щедрее на комплименты. В конце 80-х годов 19 века в Ялте останавливается внук знаменитого наполеоновского маршала Наполеон Ней. Он провел в Ялте всего 4 часа, но запечатлел эту короткую остановку в своих записках. Ней назвал Ялту самой известной и элегантной больнологической станцией. Климат крымского города он сравнил с родными французскими местами. Летом он такой же, как в Биорице, а зимой погоды стоят, как в Ницце или Каннах. Набережная Ялты напомнила ему знаменитый променад Дозангле – роскошную улицу в Ницце на берегу Средиземного моря. И тут и там дорогие отели, магазины и казино. Наполеон Ней уверен русским, нет нужды ехать за границу, у них все есть свое. Это подтверждает новая мода здешних аристократов – проводить лето в Крыму. Здесь в Ливаде отдыхает император, живет великий князь Константин. Сюда стремятся на покой бывшие высокие сановники. Его поразили здания, которые он видел по пути из Ялты в Ливадию, дачи имения богатых русских, русских аристократов. И он пишет, что я не видел ни одного сооружения в каком-то типично русском стиле. Потому что это в английском стиле, это в каком-то готическом стиле, это здание в мавританском стиле. И вот такое многообразие стилей его очень поразило. Единственный минус – жизнь в сезон на полуострове достаточно дорогая. Но и это не пугает аристократов. Даже напротив, напоминает им за границу. Хотя, по мнению Антона Павловича Чехова, в Европе жизнь обходилась все же дешевле, чем в Ялте. Крым в глазах иностранных путешественников отражался по-разному. Был райским местом и мрачным царством. Порой иноземцы формировали свои оценки еще дома, а потом просто не принимали во внимание то, что видели. Открытость русских и желание понравиться иноземным гостям часто вредили нашей стране. Так особенно много зарубежных путешественников посещали полуостров накануне Крымской войны. Надо ли говорить, что их целью были вовсе не красивые виды. Впрочем, это тема для отдельного разговора, который, мы уверены, обязательно состоится. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин